Я хочу сейчас показать следующий материал, вот прежде чем мы вернемся к дискуссии. Скрывали, снимали его наши корреспонденты, вот практически скрытые камеры снимали мобильным телефоном. По маршруту, по которому проехала Елена Механик, моя коллега, ежедневно перемещаются тысячи человек. Этот маршрут еще ни один журналист не видел, он им не ездил, ну тем более не снимал, это очень опасно. На всем пути следования пассажиров проверяют, как украинские силовики, так и сепаратисты. Но вот только представьте, поезд, который отправляется с одной оккупированной территории в другую, из Донецка в Крым. В этом поезде нет свободных мест, он везет людей, в их с вами близко, в зоне, в ладу, для кого-то это вынужденный маршрут. Там половина поляда выходит, там дончане выходят. Я так понимаю, они с Волновакей до Донецка добирают уже там такси, автобусы, маршрутки. Волноваться, по-моему, там глубокие тылы украинские. На Еленовке по-моему, не кто-нибудь интересует, но все же сходятся в одном, что лучше не будет точно. Волноваха, куда Волновать? Да мы, это мы и тут, я уже. Ну вот, видите, билеты там, и готовим. Мы до Волновать. Спасибо. На Донецк не надо, Девочка? А? На Донецк. На Донецк? А сколько? Сейчас все на карте едут, 4 человека, чтобы поставили. Поставили еще? Да, да. На Донецк. Девушка, он доедет? Надо, но у нас много раздражает. Несмотря на то, что в Донецк поезда не ходят, уехать из самого Донецка на поезде можно, например, в Крым. Этот состав ходит тоже через Волноваху, и мы сейчас на нем и поедем. Это новый какой-то поезд? Нет, Донецк не вступает, просто он стал через нас шли. Через вас стал ходить, а раньше он не ходил? Раньше ходил от Донецка и пошел на Чаплина, теперь ходит через нас. Идет, да? Да это ебанец. А что это было? Это были грады. Грады? Где-то далеко, недалеко? А это часто такое тут? Это постоянно так. Пока внутри проверяют всех, кто едет из Донецка, нам приходится стоять и ждать на перроне в Волновахе, в свою очередь, на посадку. Здравствуйте. Здравствуйте. А миграционную карту заполнить? Это нам дали проводники. А, это потому что в Крым? Ну да. Это единственный поезд в Украине, который идет из одной оккупированной территории, в другую оккупированную. На войне в Донецке это проверяют украинские поливные милиционеры, а на длине в Крым провести таможенники и пограничники. Радость в том, что большинство пассажиров это позволит провести паспорта. Но оставаться гражданами в своей стране, многие из них не хватает. За четыре месяца никто никому ничего не дает. Ни социальных выборов. Ни родители, ни РУ. Ни РУ. Ни РУ сейчас какие-то были карты. Ни РУ. Ни РУ. Ни родители, пенсионеры, мамы, папы. И ДНР не дает, и Украина не дает. Ни никто не дает. Я работала до последнего. Меня осталили без работы, без жилья. Моего ребенка выгнали. Мы приехали в Днепропетровск. Восемь работодателей не могут отказать в работе, потому что у него Донецкая пропуска. Каким боком мы там? Кому мы что-то делаем? Если вы решили, как ты говоришь, что вы уже не Украина, они нас отделили, но раз пенсию не платят, мы все знают население. Потому что мы враги народа. А почему в Донецке раздевают заводы, школы, институты? Почему? Вольницы. Почему? Раздевают. Уничтожают. Нас просто выгнали из дома. Вот просто нас выгнали в никуда. Для чего? Для того, чтобы вы пошли воевать, может быть. Я не знаю, как устраивать дальше жизнь. И каждый день, переживая, живое там мое еще жилье. Идет война, и убивают детей. Вот это вот. Вот и все. В стране, где я живу. Спасибо. Спасибо.